В 2017 году я была на третьем курсе, и в качестве курсовой работы нам нужно было снять короткометражный документальный фильм. Поиск темы давался мне очень тяжело, хотела снять что-то серьезное, но все было не то. И вот как-то вечером я читаю такие дела и нахожу материал о Жене Захар, тату-мастере из Уфы, которая бесплатно перекрывает шрамы жертвам домашнего насилия. Здесь было все. Мастер набивает татуировки, значит есть действия в кадре. Это социальная тема, есть личные истории женщин, есть главный герой, Женя Захар. Это сочетание идеально подходило для документального фильма. Проблема была в том, что, как я говорила раньше, я никогда не снимала на такие серьезные темы, и тем более не организовывала съемки в другом городе. Поэтому я просто не знала, что делать, и когда я собрала съемочную команду, единственное, что мне оставалось, это сделать вид, что все ок, что я все знаю. Поэтому поехали в Уфу. У нас не было денег, институт никак не спонсировал ни этот, ни другие наши документальные проекты. Камера у нас была своя, в качестве света мы использовали лампу из Икеи, а штатив нам дала уфимская съемочная команда. Первый день нам было довольно сложно, потому что история про Женю Захар была довольно известной. И все местные, некоторые федеральные и даже зарубежные телеканалы оставили после себя просто выжженное поле. К журналистам в тату-студии было сложное отношение. В первый день пришла женщина, пострадавшая от домашнего насилия. Но как только она увидела камеру, то тут же убежала, и я не успела сказать ни слова. И я подумала, ну все, это провал. Но потом как-то все стало налаживаться, мы нашли подход к Жене и к героиням, и в конце мы уже все вместе танцевали в местном пабе и не хотели уезжать. Все лето мы монтировали фильм, а осенью отправили его на Петеркит, главный кинофестиваль нашего института. И фильм не приняли. Тогда я решила, что столько месяцев съемки и монтажа прошли впустую. А потом мой звукорежиссер Марго, вы помните ее по прошлому ролику из Еревана, говорит, отправь фильм на студенческий ТЭФИ, ты не развалишься, если просто оформишь заявку. Я говорю, ну ладно, я никогда ни в каких фестивалях не участвовала, но окей, сделаю. И вот в марте мне приходит приглашение в Ростов, и там из рук Дмитрия Деброва я получаю вот эту награду. В Ростове-на-Дону подвели итоги всероссийского студенческого ТЭФИ. На четвертый конкурс телевизионных работ прислали почти 400 программ и материалов из вузов со всей России. Начинающие журналисты, режиссеры и операторы соревновались в девяти номинациях. Поздравляем тебя! Тогда на сцене я пообещала Деброву, что обязательно приеду на Первый канал. А чем закончилась эта история, вы уже знаете. Ну все, я не буду больше болтать, я желаю вам приятного просмотра. И если у вас появится желание поддержать наш проект, я оставлю все ссылки в описании. Называйте меня Касаткина. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я всегда рисовала, потом познакомилась с тату-художником, тату-мастером и сказала Почему тебе не заняться? Ну да, давай. Это сложно на самом деле, вот очень многие ученики приходят, ой, я хочу быть тату-мастером и первый раз попробую, более тяжеловато. Ну я вообще по жизни педант, я очень к всему отщепительно отношусь и ответственность это очень большая. Не важно, пришла ли девочка сделать маленькую птичку или пришел мужик сделать огромную спину. Понедельник для Жени выходной, но она все равно приезжает в студию. Там ее ждут девушки со шрамами и историями. Это было очень давно, мне было 7 лет, как раз нужно было идти на 1 сентября в школу. У меня родной дядя получился, мамина, ну родной брат, поднял маму руку, я решила за нее заступиться. И в итоге у меня прилетел стол, а в угол очень сильного цвета получился шрам. Раньше как-то я не видела такого рисунка, который я бы хотела сделать. Во-вторых, у меня был муж категорически против, но сейчас он не разрешил. Затажировка это довольно-таки интимный процесс и очень много людей после этого становятся нашими друзьями. И вот одна как раз из клиенток написала мне, клиентка-друг, написала мне, смотри, вот есть такая татуировщица, Славия Карбали, которая в Бразилии делает этот проект, Апельдафлор, кожа как у цветка. И я подумала, почему в России не запустить такой проект. В рамках проекта мастер бесплатно делает татуировки на шрамах жертвам домашнего насилия. Меньше чем за год к Жене обратилось около 200 женщин. Запись к ней на три месяца вперед. Думала, там, ну, максимум 10 придет, там, что-то такое. И на второй день у меня уже было просто, вот, я была завалена с общением, у меня там приезжают с других городов, с районов, с Башкирии приезжают, ну, очень много. Я в 2010 год встречалась с молодым парнем, от которого забеременел. И, получается, его родственники, ну, бабушка, мама, все хором говорили, что, якобы, ребенок у нее не от тебя. Он со своим другом приехали ко мне на работу. Пьяные пла на машине. Повезли меня в машину, повезли в лес. В лесу привязали к дереву. Это ребенок не от меня, моя бабушка ходила там к гадалке. Я говорю, ну, не от тебя, а, говорю, режь. Я говорю, раз нож, говорю, взял. Он прыгал, прыгал около меня, я отдал другу. И вот друг нанес мне два ножевых ранения. В область других и в область подмышки. Я хотела сделать аборт, потому что, ну, у меня такая боль была неносима. Ну, со мной поговорили, как бы, он же ведь ни в чем не виноват, что вот так вот происходит. Вот, а потом уже как-то у меня все отлегло. Потом я родила. И вот, знаете, как бы росла я тоже одна, ну, без папы. И мне вот хотелось, чтобы у ребенка была ценная семья, и мы с ним сошились. Неправильный шаг, мне кажется. Потому что он меня и бил, и нос у меня сломанный, и что только здесь не было. Бабочку я сделала, это перевоплощение. И самое удивительное, что мы были в шоке, конечно, все. Когда я сделала себе бабочку, 31 декабря 2016 года, в Новый год, этого человека убили на остановке. Это, получается, отец вот моего сына, который все вот, ну, вот это вот все произошло. Это было очень странно. Декабрь, январь, февраль, март, три месяца вот, он как умер, я до сих пор смотрю в окно. Не было бы следов или еще что-то, у меня вот до сих пор вот это откладывается. Шорох, это вот до того запугало меня, что вот, ну, вот. Мне не верится, что я могу спать с открытыми дверями. С открытыми окнами, даже если у меня решетки. У меня молчит телефон. И вот потихонечку вот я прихожу в себя. Мам, дайте им. Закрыть этот шрам каким-то цветком, да, это перерождение. Реально помогает. Кстати, вот Виктория Волка, она вообще другая стала. Она говорит, я платьев не носила, говорит, там лет десять. Я сейчас мелю платье, говорит, я хочу быстрее, чтобы уже весна пришла. Каждую историю я помню. Каждую историю для меня это ужас. Ну вот, был у меня случай, когда девушка пришла и в ЗАГСе в нее выстрелил мужчина. Девушка была, у которой ножом пытался руку отпилить. Мужчина до кости напилил. Были случаи, когда девушек тоже очень много было таких, которых прижигали мужчины, там, бычками, то есть окурками от сигарет. Я говорю, может быть, девчонки сами виноваты. Он меня избил. Я говорю, ты сдачу давала? Да. Я говорю, так это была драка, они избиение. У меня есть такие, которые пришли, забили шрамы и до сих пор с ними живут. Для меня это маньяки. Вообще я человек слова и сказал, что я буду делать бесплатно жертвы насилия. Значит, я буду делать. На руке был шрам. Решила перекрыть его, закрыть, чтобы его не было видно. Человек гораздо старше меня был, он 14 лет. Я девушка молодая, на тот момент была. Я ревновал ко всему, к работе, к друзьям. Повод находил везде. Ругались слово за слово, он меня толкнул, и я летела в окно. Все в самом деле разбилось, и образовался шрам. Очень глубокий, очень некрасивый. Было много крови, скорая. Везли зашивать. Пыталась простить, простила. Думала, что все наладится, все хорошо будет. Ничего хорошего не вышло. Был уже вопрос не о том, как эстетически красиво зашить шрам, а был вопрос о том, как руку спасти. То есть она пришла, у нее реально, ну там, только вот кожицы. И я со своей стороны, когда я к ней пришла, пообещала, помогать буду обязательно этому проекту, чтобы она дальше продолжала это делать и ни за что не останавливалась. У меня были моменты, когда я говорила, блин, что-то я не за то велась, мне реально тяжело. И когда я их повалила валом прямо, я не справлялась с этой работой. И когда у меня были такие моменты, реально было. И когда мне нечего было кушать, надо было приходить все равно девчонкам помогать. Я никогда не испытывала насилия со стороны мужчин. И с одной стороны, мне их вроде как девчонок и не понять, да, то есть что они испытали. Но я хотя бы могу их выслушать. Память все равно будет держать эти воспоминания. Внешне очень много людей, очень много девушек чувствуют себя фриками. Даже если этот шрам не такой заметный, то они-то его видят и чувствуют себя в воду. И вот моя, наверное, задача это действительно закрыть шрам и хотя бы, чтобы она не вспоминала, когда смотрит на него, хотя бы вот этот момент. Потому что очень много татуировок получаются именно такими, что они приходят ко мне и мы вот смотрим и... А где этот шрам? И мы его найти не можем. То есть они так удачно ложатся, что... Ну это я, конечно, молодец. Что мы не можем найти. И вот это, да, это вот, наверное, сама суть вот этого проекта. Настанет ли однажды понедельник, когда в студию никто не придет? Когда не останется ни одного шрама, ни одной истории? В наших силах сделать так, чтобы насилие перестало быть нормой. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok